ПЕСНЯ 14-я школа встречает ветерана войны почетным коридором Павлу Павловичу Сюткину 98 лет. Сегодня он делится знаниями со школьниками. Я общалась не только с Павлом Павловичем, и я могу сказать, что этот человек просто героически выглядит на свой возраст. Он хорошо разговаривает, он хорошо двигается, он постоянно активный, это очень активный человек. В рамках празднования Дня Героев Отечества такие встречи с ветеранами проводятся во всех районах Сочи. Мы широко празднуем День Героев Отечества. 5, 6 и 9 числа проходит единый классный час по приказу Управления образования. Это урок мужества с приглашением наших ветеранов. Кстати сказать, военно-патриотическое движение очень широко шагает по городу Сочи. У нас в 47 образовательных организациях уже существуют юноармейские отряды и участников более полутора тысяч. Служу России! В этот день ряды юноармии пополнились еще 15 школьниками. Павлу Сюткину доверили почетную миссию – вручение первых удостоверений. Спасибо. Служу России! В присутствии почетных гостей ведущие торжественно объявили, что 14-й школе присвоено имя Героя Советского Союза Ильи Сьянова. Как я считаю, это честь получить такое звание в школе, потому что это не просто какая-то фамилия. Это фамилия Героя Советского Союза, который дал нам чистое небо над головой. Имена Героев СССР присвоены многим школам курорта. Это стало результатом участия в краевой акции. Сейчас Сочи вводится за получение звания города воинской славы. На сайте администрации курорта проводится голосование, в котором могут принять участие все желающие. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Добывайте своих дедов и прадедов.